Добрый вечер! Здравый смысл снова с вами. Мы продолжаем говорить о тех, чьи финансовые интересы являются настоящей причиной ярких событий и громких скандалов. Что происходит в 63-м регионе? Где находят и что теряют герои наших репортажей? Вам готовы рассказать журналисты телекомпании Терра и я, Елена Кольцун. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сызране и Большечерниговском районе в двух подведомственных Минздраву больницах с должностей сняли главных врачей. Прокуратура выяснила, что они закупали товары для лечебных учреждений у своих ближайших родственников. Так, сызранский врач Евгений Маклаков с начала года заплатил почти полмиллиона бюджетных рублей фирме, которой руководит его жена. А сестра Большечерниговского врача Игоря Пивоварова заработала более 600 тысяч на обеспечение райбольницы электротоварами, продуктами питания и сантехникой. Налицо конфликт интересов. Еще один громкий скандал разгорелся вокруг предполагаемого сговора высокопоставленного чиновника Минздрава и влиятельного бизнесмена Сергея Шатила. Напомню, последний фигурирует в резонансном деле блогеров в качестве жертвы-вымогателей, которые якобы требовали у бизнесмена 3 миллиона рублей за неразглашение компрометирующих документов. Теперь же на скамье подсудимых может оказаться и сам пострадавший. Правда, по другому делу. Сергея Шатила подозревают в сговоре с замом министра здравоохранения области Альбертом Новосардяном. Результатом такого сотрудничества, по версии следствия, стали нарушения при проведении государственных торгов на техническое обслуживание медицинского оборудования. Суд временно отстранил Новосардяна от работы. Наблюдать за ходом процесса разрешили только съемочные группы ТЭРы. Мнение экспертов по поводу данного скандала выслушал и записал Георгий Федоров. Заместители министра здравоохранения, хирурга и отца двоих малолетних детей Альберта Новосардяна подозревают в том, что он помог компании бизнесмена Сергея Шатила современной медицинской технологии выиграть тендер почти на миллиард рублей, поспособствовав снятию с торгов других участников. Сам он своей вины не признает. Министерство никаким образом не влияло на возможность тех или иных организаций выиграть торги. Я еще раз подчеркиваю, что о никаких корыстных мотивах не идет. То, что мы делали в рамках формирования данного конкурса по техническому обслуживанию, это все было направлено на повышение качества доступности медицинской помощи. Следствие настаивает на временном отстранении чиновника от работы, дабы он не имел возможности, цитата, уничтожить вещественные доказательства и повлиять на подчиненных, которые проходят по делу в качестве свидетелей. Пока Новосардян находится в отпуске, он не исполняет свои служебные обязанности, соответственно, никоим образом в силу своих служебных полномочий не влияет на своих подчиненных. В ближайшие два месяца Новосардяну будут платить не зарплату, а пособие в 10 тысяч рублей. Это официальный прожиточный минимум. Этой суммы едва ли хватит на содержание его квартиры площадью в 120 квадратных метров. Для сравнения, министерская зарплата чиновника составляет почти 130 тысяч. Руководство подозреваемого преждевременных выводов пока старается не делать. Идут следственные действия, я больше ничего не могу сказать. Я думаю, что это такого порядка вещи. Следственные действия идут и в отношении Сергея Шатила, бизнесмена, снискавшего расположение властей всех уровней, за инвестиции в строительство нового Самарского кардиоцентра. Следственный комитет считает, что государство могло сэкономить энную сумму, если бы в торгах на ремонт медицинской техники участвовало несколько конкурсантов, а не единственное ООО СМТ, афилированное Шатила. Бизнесмена обвиняют в нечестной игре. Чтобы гарантированно получить заказ на 800 миллионов рублей, он якобы убедил основного конкурента, фирму Центр эффективной хирургии, не участвовать в торгах. Взамен обещал руководителю организации Алексею Рогачеву, бывшему главврачу Дорожной клинической больницы, субподрядный контракт на 180 миллионов. Документы по сделке попали в руки ФСБ. Адвокат Сергея Шатила Александр Паулов предполагает, что чекистам их отправил сам Рогачев. Он, вероятно, не всего считал обиженным. Он, может быть, хотел получить все поставки, а получил всего-навсего несколько десятков миллионов рублей, что, в общем-то, больше он и не стоит, образно говоря. Он не являлся участником, он бы не выиграл никогда в жизни этот тендер. У нас есть четкое ощущение, что это опять заказано. Очередное дело заказное. Скандальный кардиоцентр планируют запустить уже этим летом. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Условия следующие. Компания Сергея Шатила инвестирует в возведение объекта и оснащение его медтехникой 3 миллиарда рублей. Область предоставляет землю. Ежегодно в новом центре будут делать 11,5 тысяч операций. Это в пять раз больше, чем в соседнем государственном. Государственный кардиоцентр фактически превращается в раздевалку при существующем рядом частном кардиоцентре. Сладкий кусок бюджетного пирога был просто отдан конкретной частной структуре. Чиновники и коммерсанты, которые находятся в коррупционной связи друг с другом, они отработали уже различные приемы, как это делается. Любопытный факт. В начале сентября 2015 года Шатила уже попадал в поле зрения силовиков. Они утверждали, что компания бизнесмена задолжала государству 34 миллиона рублей налогов. В офисе даже провели обыски. Однако уже на следующий день прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела. После руководитель областного налогового ведомства Константин Шулудяков, трудившийся на этой должности 4 года неожиданно, ушел в отставку. А в январе текущего года арбитражный суд и вовсе снял с предпринимателя Шатила все налоговые претензии. Терра следит за развитием событий. В ближайшие две недели будет дан официальный старт предвыборной кампании в Государственную Самарскую Губернскую Думу. Меж тем опытные политики знают, чем раньше посеешь, тем больше пожнешь. В одном из областных одномандатных округов уже активно включился в работу исполняющий полномочия секретаря рекотделения «Единой России» Игорь Станкевич. Поговаривают, что он готовится сменить кресло партийного лидера на мандат регионального депутата. При таком раскладе это будет вторая смена партийного лидера за последние полгода. В январе после пяти лет работы данный пост покинул Александр Фетисов. Луч света на эту темную историю в эксклюзивном интервью с «Дравым смыслом» пролил сам Станкевич. Я сосредоточил свою работу на 20-м округе. Это Чапаевский, Красноармейский район, Безинчукский район. Думаю, уже там люди узнают. Это неплохо. И планирую свою работу в дальнейшем в Губернской Думе. Есть ли какие-то ваши предположения, что может быть все-таки вам предложат уйти с этой должности в «Единой России»? Пока таких предложений не было. Наоборот, все, о чем мы говорили с руководством партии, с нашими партийными товарищами здесь, включая члены Бюро высшего совета партии Николая Щемеркушкина, нашего губернатора, даже нет никаких намеков на то, что оставить должность или еще что-то. Наоборот, я могу сказать, что я задал вопрос, что если развитие событий будет вот так, то достаточно сложно совмещать будет работу секретаря и ту должность, которая может рассматриваться. Мы пришли к выводу, что после выборов определимся, что должно быть. По соседнему 21-му одномандатному округу баллотироваться в Губернскую Думу намерен действующий парламентарий по совместительству хозяин рынка Шапито Виктор Воропаев. В ходе праймерис он набрал почти 60% голосов, что неудивительно. Виктор Александрович давно сотрудничает с самым активным электоратом – пенсионерами. К тому же политический ветеран Воропаев всегда отличал с умением как вовремя войти в ряды победителей, так и своевременно их покинуть, увидев на горизонте новых лидеров. Депутат областного парламента Виктор Воропаев в рубрике «Жизнь в законе». Свою трудовую деятельность Виктор Воропаев начал в 15 лет токарем на заводе имени Тарасова. После армии работал слесарем и водителем. Его звезда взошла в начале лихих 90-х. В годы перестройки представитель рабочего класса перестроился на бизнес-рельсы. Организовал ООО «Коробейник», главным активом которого стал рынок Шапито на улице Димитрова. Сдавал землю в аренду мелким торговцам. Этот бизнес всегда считался опасным из-за повышенного внимания к нему преступных сообществ, но прибыльным. Поговаривают, что договориться со всеми нужными людьми Воропаеву помогли родственные связи. Ему дали возможность разбогатеть. Он и сейчас считается одним из самых обеспеченных депутатов. Но, как это часто бывает, деньги избежать трагедии не помогли. В 90-х он потерял сына. Сейчас в этот бизнес активно включилась дочь Воропаева. Дорога во власть была быстрой и относительно спокойной. Сначала Воропаев возглавил совет территориального общественного самоуправления в Приволжском микрорайоне. Потом уже в начале 2000-х сделал ставку на стариков. Самый стабильный электорат. Директора рынка Шапито избрали председателем Самарского рекотделения российской партии пенсионеров. Тогда же он сблизился с мэром Самары Георгием Лиманским. В 2004 году стал депутатом гордумы. К тому времени, как лиманские кресла мэра потерял, Воропаев со своими пенсионерами уже влился в ряды другой партии «Справедливой России», во главе которой стоял еще один политический тяжеловес – Виктор Тархов. Будучи справоросом из городской думы, Воропаев плавно переизбрался в губернскую, а уже спустя год пополнил ряды «Единой России». Хорошо знакомые с нашим героем люди рассказывают, что, несмотря на все свои заигрывания с разными партиями, Воропаев всегда был лоялен тем, кто стоял у руля региона. В конфликтах не участвовал, принимал политических гостей на своих турбазах, катал по Волге, но при этом капитал свой особо не афишировал. Помещичьи замашки проявлял разве что в любви к дорогим украшениям. В то время Воропаев официально оформил отношения со своим электоратом, возглавил правление Самарского рекотделения общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». И не зря. В 2011-м они помогли ему повторно избраться в областной парламент. В марте этого года администрация Самары выдала Коробейнику разрешение на строительство на месте рынка Шапито трехэтажного торгово-офисного центра. А Воропаев решил снова попробовать свои силы на выборах в Губдуму. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагают сменить автомобили на пригородной электричке. В ответ водители рекомендуют не мелочиться и вообще пересесть на самолеты. Движение по московскому шоссе в районе Димитрово планируют открыть к сентябрю. Но полностью проблему это все равно не решит. На месте, где раньше стоял памятник легендарному штурмовику Ил-2, строят новую развязку. Ее сдадут примерно через полтора года. Кстати, к этому же времени в небо над Самарой может подняться настоящий боевой самолет. Последний раз такое было на параде, посвященном 70-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Тогда над площадью Куйбышева пролетел один из символов нашего города – штурмовик Ил-2. Правда, не все знают, что он был собран в Новосибирске по заказу коллекционера из США. И потом отправился за океан. Между тем, самарские энтузиасты сейчас ведут работы по восстановлению еще одной легендарной крылатой машины. И уверяют, что она уж точно получит местную прописку. Что нужно для того, чтобы летающий танк поднялся в воздух? И кто может помочь реконструкторам? Об этом наш следующий материал. Советские конструкторы называли его «летающий танк», а солдаты вермахта «Черная смерть». Легендарный штурмовик Ил-2 – самый массовый боевой самолет в истории. Собирался на двух заводах Куйбышева. После войны все машины списали и пустили на слом. Штурмовик, стоявший на проспекте Кирова, извлекли из болота и отреставрировали. Летающий экземпляр в мире только один, да и тот приобретен коллекционером из США. Самарские умельцы решили восстановить еще один Ил-2, но к параду победы не успели. Запчасти пришлось извлекать из земли и болот практически по всей стране. Стреляли сзади. Видно истребитель атаковал самолет. Это вот пуля винтовочного калибра 7,92. Но чем хороша дюралевая лопасть, она была достаточно живучая. Даже при попадании иногда снаряда, снаряд пробивал насквозь, но лопасть не разваливалась, позволяла долететь до аэродрома. Найти целой части сложно. Есть два основных самолета, с которых мы используем часть. Это те самолеты, которые совершили, скажем так, благополучные вынужденные посадки. Экипажи остались живы, не пострадали. Ну и по мелочи что-то с других самолетов. У отправившегося в США Ил-2 современный американский мотор. На восстанавливаемом в Самаре штурмовике будет стоять родной силовой агрегат. Сердце Ил-2 двигатель АМ38Ф, мощность 1700 лошадиных сил. В годы войны его расчетный моторесурс составлял 100 часов, впрочем, столько штурмовик обычно не жил. Сейчас, за счет современных средств диагностики и смазочных материалов, энтузиасты надеются увеличить срок его службы до 500. Часть деталей воссоздают заново по оригинальным чертежам. Деревянную хвостовую часть изготовили сами, но термообработку, штамповку и фрезерование металлических деталей в условиях мастерской не сделать. Если бы нам помогли заводы с этими вещами, то мы самолет смогли бы сделать, а иначе, не имея доступа к этим технологиям, мы просто не сможем сделать эти детали. Впрочем, сказать, что самарские предприятия совсем не помогают, нельзя. Местный металлургический завод предоставил алюминиевые листы, авиаагрегат изготавливает шасси, гидроавтоматика, элементы топливной системы. На прогрессе штамповали детали центроплана. Теперь с этим стало сложнее. Недавно с энтузиастами встретился первый вице-президент Союза машиностроителей России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев. Разговоры так идут, что он может очень хорошо помочь плодотворно по заводам. То есть он авторитетом пользуется на заводах, в отрасли. Это, в общем-то, основная часть успеха будет. По мнению Владимира Гутенева, такие инициативы не только помогают в патриотическом воспитании молодежи, но и повышают интерес к труду тех, кто создает подобные крылатые машины. Это еще и привлечение молодых ребят через институт наставничества, творчества, восстановление технических таких средств, в данном случае это Ил-2, к интерес к инженерным профессиям. Невозможно возродить великую страну без великой инженерной школы. Сколько времени займет процесс восстановления легенды долетающего состояния, специалисты сказать не берутся, но уверены, что собранный ими Ил-2 примет участие ни в одном параде победы и за океан точно не улетит. На сегодня все. Выпуски программы «Здравый смысл» вы можете найти на нашем сайте trktera.ru. Встретимся ровно через две недели. И что бы ни случилось, не изменяйте здравому смыслу.